МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальный проект «Хотим ребёнка» на седьмом канале. Впервые героями реалити-шоу станут казахстанские пары, которые не могут иметь детей. Им выпал шанс стать родителями вопреки диагнозам врачей. Но зачатие произойдёт не в супружеской спальне, а в медицинской лаборатории. Специалисты клиники ЭКО-Лайф проведут 10 процедур экстракорпорального оплодотворения и докажут, что бесплодие – это не приговор. Мы увидим все этапы ЭКО, узнаем, как делают детей в пробирке. Будем следить за началом новой жизни соединением клеток и их делением. Это непридуманная жизнь реальных людей. Настоящее горе, неподдельные чувства. Боль, безнадёжность, отчаяние, радость и любовь. Мы пройдём с нашими героями сложный путь к их родительскому счастью. Вместе с ними будем верить и надеяться, что все наши героини станут мамами. Но предсказать результат ЭКО не может никто. Смотрите реалити-шоу «Хотим ребёнка» на седьмом канале. В нашем обществе, увы, ещё сильны предрассудки. И, к сожалению, девочка порой попадает к гинекологу не в 12-13 лет, когда её репродуктивная функция только начинает просыпаться, а лет в 20 после первых неудачных попыток забеременеть. Наши героини Шулпан и Елена похожи. Возрастом, им под 30, характерами. Они эмоциональные, весёлые, энергичные. И диагнозом. Обе страдают от синдрома поликистозных яичников, недуга, который зачастую и является причиной женского бесплодия. Шулпан и Айман – близнецы. Айман родилась на 5 минут раньше, а Шулпан вышла замуж раньше на 5 месяцев. Они всю жизнь рядом, похожи не только внешне, но и характерами, привычками, вкусами и диагнозом. Шулпан и Улжас женаты уже 9 лет. Познакомились ещё студентами. Сейчас Улжас – судебный исполнитель, а Шулпан ему помогает. И всё бы хорошо, но все 9 лет Шулпан не может забеременеть. Если я с 20 лет вышла замуж, мы год проучились, прожили для себя. А в 22 года мне уже сказали, что мне поставили диагноз бесплодия. Конечно, для меня это было очень… ну, я была в шоке, честно сказать. Потому что я думала, что бесплодные пары – это уже взрослые пары, а не так, как 22 года. И потом, соответственно, уже был под вопросом диагноз поликистоз. И дальше, когда мы уже в ходе вот этого лечения, нам уже утвердили его. Неприятные ощущения, боль внизу живота Шулпан и Айман чувствовали с подросткового возраста. Но мама в больницу девочек не водила, стеснялась. И у нас всё у казахов, в принципе. У нас такое вот… если мы ходим к гинекологу, значит, мы уже живём с мужчиной. Либо же ещё… вот такое вот у нас мнение осталось. Я пока до замуж, я даже боялась к гинекологу ходить, честно сказать. Для меня это болезнь – не тема. Не хочу ни с кем. У нас всё есть для счастья, только одного нет. Без ребёнка – это не семья. Она себя винит, да, я знаю это. Ну, теперь что сделать? Мы её и так утешаем, и успокаиваем, что будут внуки, будут детки у нас. Куда только не обращались, шёл Пан Сулжасом за эти 9 лет, где только не лечились. Даже у гадалки побывали. Зашли, она говорит, нет, я не вижу в вашей семье детей. У вас не может быть детей. И для нас это было шок. Я вообще не знала, как я оттуда выехала. Пока мы оттуда уехали, мы даже музыку ни в… Мы даже в одно слово не смогли сказать. Мы были настолько в шоке. После этих слов для меня как будто это всё, вот, как будто всё. Я говорю, давай разведёмся, потому что уже я знала, что выхода нет. Потому что на ЭКО у нас не было таких средств. Но Олжас отступать не хотел, всегда был рядом, поддерживал, помогал. Тяжело сначала воспринял, а потом уже, когда про этот диагноз начал больше узнавать, тогда уже, ну, как бы легче уже видно, что есть выход с этого положения. Очень часто кто-то кого-то обвиняет. Вот если детей нету, насколько я со своей практики знаю, с людьми, которыми я общаюсь, начинают обвинять друг друга. Вот твоя причина, ты виновата, ты… У них этого не было. Вот я, по крайней мере, ни со стороны Шолпан, ни со стороны Олжас этого не замещала. Они как-то к этой проблеме всегда подходили вдвоём. Они как-то поддерживают, что ли, друг друга. И вот это у них здорово получается. А потом опять больницы, процедуры, лекарства. Гормональная терапия, вот это все таблетки, она вот к этому и привела в полноте. Собрали информацию и о квотах на проведение ЭКО. Да, нужно постоять в очереди, но это же реальный шанс стать родителями. С 11-го года Казахстан участвует, выделяет деньги, то есть Министерство здравоохранения выделяет деньги на проведение квот. То есть бесплатное проведение ЭКО. Это очень хороший, очень, знаете, такой, наверное, прорывной шаг, потому что в среднеазиатском пространстве единственная страна Казахстан, где выделяются квоты, несмотря на то, что демографическая ситуация не страдает. И в это время из Алматы позвонила сестра Айман и рассказала о проекте. Буквально реклама. На седьмом канале «Хочу ребёнка», проект. Я быстро за телефон попробую, говорю, может быть, может, вы попадёте, говорю, всякое. Она говорит, ой, там столько участников, наверное. Как я? Говорю, ну давай попробуйте. И как бы подала анкету. У Айман тоже поликистоз. Она уже 8 лет замужем, детей нет. Поликистоз не является наследственной болезнью, но может быть одним из симптомов какого-либо наследственного заболевания. Также предполагается наследственная предрасположенность этого заболевания. Так как они являются близнецами, но яйцами-близнецами, конечно, у них одинаковая болезнь. Если у меня дочка будет, я, наверное, вот с 13-12 лет буду её водить по врачам, чтобы она для себя знала и не шугалась, как я. Потому что я очень сильно была закомплексована в этом плане. Вот. Если бы я, конечно, не была бы закомплексована, мы бы, наверное, до этого состояния не довели бы. Елена Пак и Вадим Нургазиев вместе 7 лет познакомились на работе. Пришёл такой весь из себя. Ну, я как я увидела, обратила внимание, сразу взглядом мы как-то поймали друг друга. Ну, конечно, он меня заинтересовал, так скажем. Начал за ней ухаживать. Она сначала говорила, что я не в её вкусе, скажем так, да. Но в итоге она поддалась моей настойчивости. И мы стали встречаться. Их служебный роман завершился свадьбой. Ну, она понимающая, она как бы ценит вот эти мелочи жизни, на которые многие люди, даже внимание, ну, как бы, может быть, это не замечают, может быть, это не обращают. Отзывчивый человек она, то есть очень, вот это очень понравилось. И всё бы хорошо, только беременность у Лены не наступала. Хотя детей очень сильно хотели. К разным специалистам обращались. Одни говорят одно, другие говорят другое, третьи говорят третье. Единого мнения не было ни у кого. Пробовали разные препараты, разные лекарства. И потом Вадим узнал про проект «Хотим ребёнка». И сразу же загорелся. Будем участвовать. Взяли адрес сайта. Я Лене сказал, чтобы она зашла на сайт. Всё это проверила, что как. Она зашла на сайт и, мягко говоря, обалдела. Говорит, тут столько анализов, говорит, надо, столько всего этого надо. Давай сдадим, говорю, подадим заявку. И, если честно говоря, мы как бы даже не рассчитывали то, что мы пройдём. И, может быть, именно поэтому мы вышли в следующий этап и на эту программу попали. Не испугала и необходимость рассказывать о своих личных проблемах на всю страну. Я говорю, ты не боишься камер, ты не боишься, что это на весь мир, получается. Не только Казахстан может увидеть, но и, допустим, в Ютубе где-то там будут выкладывать это. Он говорит, нет, я не боюсь. Пускай хоть весь мир знает. Мы ознакомились с её анализом, с её анализами. Да, действительно, там поликистозные яичники. То есть длительность бесплодия в течение пяти лет. Неоднократно. То есть все методы уже были испробованы. То есть это и стимуляция яичников, и оперативный доступ. И мы решили помочь ПАЧ, то есть провести программу ЭКО. Сколько лет вы планируете беременность? Уже семь с половиной года планируется. Семь с половиной лет. Беременности были за эти семь с половиной лет? Никогда. То есть вообще беременности не было? Не было. Ну, вот по данным анализов, у вас эндокринный фактор бесплодия, да? И щитовидная железа у нас в проблемке, то есть которую вы выравниваете. И синдром поликистозных яичников. Да, уже ставили такую диагноз? Да, ставили. Ставили такую. Смотрите, семь с половиной лет не наступает беременность. Были консервативные методы лечения, оперативные методы лечения. То есть беременность всё равно не наступает. Хотя хорошие показатели спирмограммы и проходимость труб. Готовы? Как готовы? Да, 100% мы готовы на ЭКО. А теперь как нам все дальше планировать и как действовать нам? Врач назначает Шолпан щадящий протокол ЭКО. У нее сложный диагноз, и препараты могут вызвать гиперстимуляцию яичников. Прием лекарств проводится под жестким контролем УЗИ. Это у черной точки, это что такое? Да, это домики, где яйц клетки развиваются. На пункцию Шолпан идет в самом радужном настроении. Мы пришли в клинику и начали заново жить. Заново мечтать, заново что-то строить, какие-то планы. Во время пункции у Шолпан взяли 6 клеточек. Но развиваться дальше стали только 2. Шолпан, по клеточкам. Из 6 клеток, которые мы получили, оплодотворилось 2 клетки. То есть 1 аномально, то есть мы не будем ее переносить. Там было аномальное оплодотворение, там 3 пронуплиуса. То есть, ну, такую клетку нельзя переносить. А такое не может быть, что, ну, чудо какое-нибудь, что эти четверо клеточек могут оплодотвориться? Поздно, мы до сегодняшнего дня ждали. Бывает позднее оплодотворение. Клеточки смотрятся один раз в сутки, у нас эмбриологи смотрят. То есть, посмотрели еще сегодня, то есть признаков оплодотворения. Остальных клеток нету, да. Шолпан расстроена, хотя вида не показывает. Держится. А если зацикливаться на протоколе, на функции, и сейчас, вот, в этот момент, я, наверное, не выдержала бы, если я бы себе вот это все крутила бы. Ну, я сейчас более-менее так позитивно отношусь к этому всему. Поскольку клеточка всего одна, то ее решили пересадить в полость матки на третий день роста. Для Шолпан это полнейшая неожиданность. Хорошо, Олжас успел подъехать к операции. Одно, рада, что я встречусь с ними и увижу их. Что вам хотел? Хорошо. Я так и стесняюсь немножко. Стесняюсь? Да. Все, Шолпан. Ну, Шолпан, поздравляю вас. Теперь у нас прошел хорошо, без сложности. Это у него пришел канал. Видео, милочки. Это супругу покажете. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как дела? Хорошо, как у тебя? Так, про хвост и ничего. Отлично, смотри. Наша первая фитрага. Вот впереди. Круто. Да. Доктор говорит, что у нас хорошего качества. Давайте, Элен, посмотрим ваши анализы. Элен, смотрите, в принципе, противопоказаний по вашей стороне я не вижу. Я вижу здесь даже консультация. Вы были у эндокринолога. Эндокринолог тоже дает разрешение на проведение программы ЭКО. Вам стояли склерокистос. Ну, это один из разновидностей поликистоза, когда яичники покрыты плотной белой капсулой, когда не может произойти обувляция. Вы хотите клетки за пределы яичника. В вашем случае будет стандартная программа ЭКО, результативность примерно 60-70%. Протокол ЭКО для Лены проходит болезненно. Увеличенные яичники вызывают боль в животе, отекают ноги. Ходить тяжело. Но она в отличном настроении. Хороший достаточно рост фолликулов идет. Угу. Больно? Угу. УЗИ тоже очень болезненно делает, но... Я благодарна нашему УЗИ-сту, что она все аккуратненько, все так... Она знает, насколько это неприятная процедура, тем более в моем диагнозе. Лена все это время живет в пансионате клиники. С Вадимом созваниваются каждый день. Как настроение у тебя? Да, ничего, нормально, хорошее. Чуть-чуть волнуюсь, правда, переживаю, да. Ну, не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо. Ну? Хоть я и далеко, но я рядом. Всегда. Знаю, это хорошо. Он в Алматы работает. У него небольшой бутик на авторынке. Машина – это то, в чем он хорошо разбирается. Это его хобби, это его и заработок. В клинику он приезжает только на пункцию. Его участие в протоколе ЭКО на этом этапе не обязательно. Да и за Лену переживает. Настроен только на лучшее, у меня мысли только хорошие. У Лены настрой тоже боевой, она готова. Настроение было хорошее. Конечно, боялась немножко, боится. Готова? Лена, шкал, подоградься. Вадим в коридоре весь уже изнервничался. Хотя делает вид, что спокоен. Все делают. У многих получается. У нас получится. Было получено у нас на пункции 14 яйцеклеток, 10 из которых были зрелые. 7 у нас клеточек оплодотворилось. Клеточки культивировались до 5 суток. На пятый день было перенесено 2 хороших эмбриона. Дальше, это переноса раз. Трешно. А не 2 там, да, сразу? 2 сразу, это среда. Видите, прям вот эндометрия какой-то хорошая. Вот они делают точку свистки. Теперь поздравляю вас с успешно завершенной программой. Все у нас хорошо, потому что стимуляция, развитие клеток. Клетки перенесли хорошие. Эмбрион на сегодняшний день тоже у нас хорошие. А когда? Когда? Почему вы признавались в 12 минут? В 12? Угу. Лене немного грустно, что на заморозку клеточек не осталось, но она полна оптимизма. Она вообще такая позитивная, смелая и открытая всему миру. И она тоже была для девочек очень хорошим ресурсом. Она там всегда всех поддерживала и всегда там в центре. И мне кажется, это очень важно. Вот мне кажется, в их паре позитив – это ресурс. То, что они верят, да, все будет хорошо. В поликистозе есть такое свойство хорошее, то, что после первой попытки ЭКО, после протокола, обычно люди сами потом начинают беременеть, рожать. И я как бы думаю, наверное, это знак свыше, то, что я буду потом сама рожать. День ХГЧ. Сейчас Кожа Ахметова узнают, каков результат их ЭКО. Наступила ли беременность Шолпан? Капец. Что будет? Волнуюсь и будет трясутся. Страшно. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Так, давайте поговорим изначально о вашей программе, да, как у нас она пришла, как все начиналось. То есть фактор бестолиума, что там, знаете, эндокринный фактор, да? Да. Мы определили, были операции, были стимуляции, в АМИ, да, мы выбрали до вас мягкий протокол. Сейчас нужно посмотреть результат. Сам не знаю результат, как бы тоже в ожидании, верил, все программы верил, хочется, чтобы все получалось у всех. Как будем открывать? Давай открыть. Саму открыть? Да. Руки трясутся. Порадовать нечем. Результат КГЧ у нас с вами составляет ноль. То есть беременность у нас с вами не наступила. Руки опускать не стоит. Возраст молодой. Сперма нормальная. Яйцеклетки есть в яичниках. Матка нормальная. То есть такой грубой патологии, что не будет беременность, я не могу сказать. Обязательно будет беременность. Чуть-чуть до отследуемся. Изменим протокол. Изменим стимуляцию. Попробуем, можешь поменять протокол эмбриологического этапа. Сделать все благотворение нестандартное, как ОИКСИ попробовать. Растраиваться не надо. Хорошо. Мы обязательно максимально еще постановиться. И обязательно получим нашу долгожданную беду. Хорошо. Вы нам верите? Верим. Мы вам верим. Ладно? Надеялась, думала, что я уже положу. Дальше будем жить, наслаждаться жизнью и делать на будущее какие-то планы. Ромальница, не переживайте. Все хорошо будет. Мы еще увидимся. Придем еще к вам. И вот он, день Хагачи, наконец-то настал. Думала, переживала. Чуть-чуть поплакала даже. Мужу написал, он меня успокоил. Поддержка, поддержка важнее всего. Ну, видимо, все равно вот эти ожидания, они на самом деле, конечно, волнительные. Потому что вот эти вот две недели, казалось бы, это как будто бы целый год. Ну, не столько даже вот эти процедуры, стимуляция, сама пункция, сама подсадка. Вот этот наркоз, оказывается, не так вот, не так страшно, вот, как вот эти вот ожидания. Тяжелый вздох. Волнись. Момент истины, да? Момент истины, да. Ну, мы долго вместе ждали этот момент, как бы по программе, да, чуть-чуть? По программе. Программа у нас прошла с вами хорошо. Возможно, были бы какие-то, возможно, осложнения, как гиперстимуляциищиков. Мы им именовали, учитывая, провели мягкий протокол. Открывайте. Мне сделать или вы сами открываете? Давайте я, наверное. Давайте я. Пусть мамочка сама вскрывает. Я открою, я хоть и волнуюсь. Сейчас. Давай уже скорее. Подожди ты. Господи, помоги. Сколько это? 5,20 дней, 7. Поздравляю, молодцы. Шикарная хогачья, хорошая. Высокая хогачья. Ну, пожалуйста. Можно я обниму? Можно поцеловать. Спасибо вам большое. Я так рада. Я думаю, что двое. Ну, поздравляю. Ну, вы, наверное, слышали. Ну, вы, наверное, слышали. СМЕХ 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 10 историй, 10 личных трагедий. Очень личных, очень интимных. Но наши герои не побоялись рассказать их на всю страну. Они действительно герои. Они ломают стереотипы нашего общества о том, что бесплодие – это стыдно и неприлично. Они смело и открыто говорят о своих надеждах, о своих страхах и своих планах. Первый этап нашего проекта завершен. Двух участниц – Айжан Капарову и Самал Жунусову – врачи до протокола ЭКО не допустили. У пациенток обнаружились проблемы со здоровьем. Еще у двух участниц – Кристины Букач и Гульжан Ченосиловой – после неудачной первой процедуры остались заморожены яйцеклетки. И они смогут повторить попытку в ближайшее время. У АС Лук и Шолпан беременности тоже не наступили. И врачи рекомендовали им отдохнуть несколько месяцев. И только потом идти в новый протокол ЭКО. А четыре участницы проекта забеременели с первой попытки ЭКО. Это Махаба Троимбекова, Татьяна Ковалева, Елена Пак и Мольдер Джозекпаева. Так что в проекте 50% положительный результат. Очень хороший показатель для процедуры экстракорпорального оплодотворения. Самое ценное в этом мире – это любовь. Наши близкие, их забота, наша забота о них. Но мы не сразу это сознаем, а однажды понимаем, что все, все не важно, если в доме нет детей. Первый сезон реалити-проекта «Хотим ребенка» на седьмом канале практически подошел к концу. Но мы не прощаемся ни с вами, ни с нашими героинями. Совсем скоро, через несколько месяцев, мы расскажем вам о том, как протекала беременность у наших героинь. С какими сложностями и трудностями им пришлось столкнуться. И вообще, готовы ли они к рождению малышей. Прощаюсь с вами, но ненадолго. И у вас обязательно будет ребенок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...